А за кого планируете голосовать на следующих выбор президента? За Путин. Прям точно? Точно. Мне кажется, никто другого не сможет сейчас управлять страной и вывести ее на нормальный уровень. Ну, из имеющихся кандидатов пока что импанирует Путин. Ну, меня сейчас устраивает, на данный момент меня устраивает положение, которое у нас Ну, его. Грубо говоря, он вызывает уважение среди других стран, поэтому скорее всего за нынешнюю власть. Не планирую голосовать. Не планировал. Не планирую, не планирую Lao. Я вообще планирую голосовать, я не планирую пока что-то. Пока не думаю. Пока что, не планирую голосовать. Мне интересно. Я не голосую. Не хожу. Не голосую. А просто не хочу? Не! Ну, не хочу отдавать какому-то, не знаю, не вижу кандидатов каких-то, не знаю, да, не вижу в этом смысла. Я не пойду найти выборы. Почему? Если не секрет. А там будет большой выбор кандидатов, что ли, о которых мы знаем, но нет, я считаю, что последние годы, к сожалению, выборы, в том числе президента в нашей стране, это больше фикция, чем реальные выборы кого-то. К сожалению, это так. То есть нет смысла тратить времени? Да, конечно, но мы все знаем, кто будет, нашим следующим президентом. Допускаете возможность проголосовать за нынешнего президента? Вряд ли. Почему? 100% нет. А потому что посмотрите, как мы живем. Плохо? Естественно. Укорей нет. А почему? Ну так, если у вас дело, что хватит, сколько можно. Не за Путина? Нет. Понял. За него нет. Я сомневаюсь в названии этого мероприятия. Я не хожу и до мной нет никого. Нет никого достойного кандидата. Нормального нет. Оппозиция либо кто в тюрьме, кто за границей. Поэтому смысл такой. Пешил на мыло менять. Потому что я не знаю кандидатов, кроме одного. Все зависит от того. Не знаю, кто будет. А пока нету как таковых кандидатов еще. Ну, не знаю еще. Не знаю. Я пока даже не смотрел. Я не знаю кандидатуру. Кандидатуру, то я не знаю даже. Пока не думал об этом. А я не знаю еще с кандидатов. Не знаком сейчас с предвыборной кампанией. Пока непонятно. А каковы кандидатуры? Ну, Путин точно будет. Ну, это понятно. Но это безотернативно. Ну, вот завтра коммунистическая партия выдвигает своего кандидата официально. Ну, они, мне кажется, материалы отработаны. Их идеология, она уже прошлась катком по нашей стороне. За Владимира Владимировича Путина. А почему? Ну, потому что это единственный, мне кажется, политический лидер, у которого есть определенная программа. Ну, политическая программа. Которая может, например, оценивать последствия своих действий. Предвидеть их. Ну, поэтому... Окей. Владимир Владимирович. А почему? Если не секрет. Потому что мне хорошо при нем живется. Я тоже не испытываю трудностей. Ну, по крайней мере, это, скорее всего, лучше, чем с кем-либо другим на данный момент. Путина. Я за него. Ну, за Путина. Ну, за Владимира Путина. За Путина. Эээ, Владимир Владимирович. Хорошо ведет дела и, как бы, Россия с ним не пропадет. Конечно, Путин. Это именно больше всего. Путина поднял, вот, Россию. Я планирую голосовать за Путина. Потому что, ну, он начал СВО, начал. Ему надо как-то завершить это дело. Кто придет другой, ну, уже будет совсем по-другому. Окей. Спасибо большое. Хороший вопрос следующий. Вы знаете, у меня есть право голосовать за того, за кого я хочу, и право не озвучивать это себе. Это секрет. Такое очень личное дело, с которым... А, это тайна. Насколько я знаю, это все анонимно, поэтому... Давайте оставлю по себе. А это мое личное дело. Ну да. Это я... Не-не-не-нет. Это обсуждение не подлежит. Никому и никак. Кажется, еще кто-то будет. Если будет выбор, я его сделаю. А есть за кого? Ну, один кандидат точно есть. При наличии одного кандидата. Я недавно видела какую-то женщину, которая собирается подавать, как это называется, президенту идти. За Капареев. А почему не за Путина? А потому что уже пора уходить. Есть минусы у Путина, большие. И, откровенно говоря, надо чаще менять. За ВВП. Почему? Я шучу, я не знаю. Я, наверное, не знаю, честно. Думаю так, отвечу по-честному. Там как бы за кого не голосуй, результат известен. Поэтому планирую просто прийти, ну и послушать, что там, какие будут кандидаты. Я думаю, это голосовать бесполезно, уже все решено. Какой-то выбор будет бесполезный, времяпровождение. Честно, не хочется в этом участвовать. Это настолько превратилось в фекальную массу, что вот даже вот не хочется и не думать об этом. Ну, за Владимира Владимировича. Путин, конечно. Ну, за Путина, конечно. За кого же еще? Естественно, за Владимира Владимировича. Я против него, но я проголосую за него. Потому что, если он начал СВО, то пускай он и заканчивает это. Как-то так. Это нашего президента действующего. Это человек, который уже знает, что нужно делать со страной. У него есть опыт. Я не вижу людей, которые бы альтернативно могли бы помочь нашей России. Единственный человек, который может что-то изменить в России. За Путина. За Путина. Вот, ну я честно, я бы проголосовал за Путина. Потому что я вообще не вижу другой кандидатуры никакой. За Путина. Ну, как показывает практика, за последние 20 лет его правления все остановилось только лучше. А кто его сейчас заменит, я пока что не могу найти лучшего претендента. Ну, конечно, за Владимира Путина. А почему вкратце? Так почему? Просто пока нет альтернативы. Так никак. Ну, если другие кандидаты будут слабаки, то, конечно, придется за него голосовать. Ну, не придется, в смысле, а с удовольствием за него проголосовать. Ну, скорее всего, за него. Ну, а посмотрим, кто еще будет. Ну, за Путина. Просто вариантов других нет. Ну, придется за него голосовать, потому что альтернативу ему я еще и пока не видел. За Владимира Владимировича Путина. В принципе, лучше уж стабильно, по крайней мере, знаю, что ожидать. По крайней мере, на данном этапе. Главное, закончить войну. Вот это вот проблема. Ну, пока, пока я не вижу других сторонников, кроме Путина. Пока. А там видно будет. Посмотрим. За Владимира Владимировича. За Путина. За Путина. Ответ очевиден, я думаю. Ну, кандидат один за Путина, естественно. А если появятся какие-то еще кандидаты? Я думаю, нет. То есть, на переправе коня не меняют. Поэтому, как бы, меня, в принципе, все устраивает. Вся политика. Ну, я всегда считаю, что из вав. Или ходить на выборы, да, или брать винтовку. Но я выбираю на выборы, потому что это самый мирный способ. Вот. Я, честно скажу, никогда за Путина не голосовал. Никогда. Вот. Но в этот раз за него проголосую, потому что, ну, кто еще может эту ситуацию как-то... Она должна же закончиться. Ну, я так считаю, что на переправе коней не меняют. Пускай закончится, а там будет смотреть. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok